Гран-при получают два коллектива. Иван Дамарья и Ван Дамарья. 75 юных артистов театра танца Иван Дамарья еле поместились на сцену. Для многих выступления на большой площадке были первыми. Но несмотря на это, главную награду Гран-при фестиваля GoldFest Russia взяла как младшая, так и старшая группа ансамбля. Поздравляю победителей! Молодцы! Молодцы! Ну, когда объявляли Гран-при, для нас это было не секунда, а целый год. И это было очень радостно, когда сказали, что мы взяли Гран-при. Объявили Гран-при, мы все запрыгали и все завизжали и быстро побежали на сцену. И все радовались и прыгали. Солнце, море и танцы. Так прошли две недели в Сочи для барнаульских танцовщиков. За этим стоят упорные тренировки. В течение полугода ансамбль оттачивал конкурсную программу. Специально для фестиваля подготовили три премьеры. Помимо репетиций номеров было плавание и ежедневные пробежки. При этом артисты считают, что хорошая физическая форма не единственный залог успеха. Мы все-таки берем всегда своими эмоциями, заряжаем зрителей. У других коллективов просто не было шансов сразиться с нашей энергетикой. Международный фестиваль Goldfest Russia не только про танцы, но и про семейные ценности. Поэтому вместе с артистами пригласили и их родителей. На таком фестивале мы были в первый раз. Именно что у нас в первый раз поехал большой состав наших родителей, которые нас поддерживали, принимали участие, помогали во всем, за что мы им искренне благодарны и относимся с большим уважением. Получили колоссально позитивные эмоции от фестиваля. Ну и вообще от города Сочи. Летом у коллектива никаких каникул нет. Впереди фестиваль земляки и подготовка к одни города. А в сентябре старшая группа поедет на танцевальную смену во Владивосток, в детский лагерь «Океан». Евгения Величкина, Илья Алексеев. Новости.